Вот, вот они. Пожалуйста, нет. Тишина, воды нет. Никто ничего не говорит. Коммунальный сюрприз обитателей общежития на Паново-20 застал врасплох. Горячую воду отключили без объяснений и предупреждений. Днем, говорят, жители куда проще, все на работе, а вот вечером на кухню не пройти. Все бегают с тазами и греют воду на конфорках, делится старшая по этажу Татьяна Святкина. В данный момент, конечно, дискомфорт. Нам это не устраивает. И у нас ни отопления нет, ни горячей воды. Холодно, дети. Как всегда, сейчас начинается такой сезон, все болеют. Для того, чтобы принять душ, жильцы по улице Паново-20 вот так греют воду уже третий день. Учитывая, что душевые находятся на первом этаже, а отопления тоже нет, вода успевает остыть не один раз. Без горячей воды и тепла осталась и семья Аксеновых, где двое маленьких детей. Мы сидим, вот укрываемся пледом даже. Дети у меня спят вообще под теплыми одеялами. Это вообще просто нереально. И сидеть там до какого числа? До какого числа мы должны будем сидеть? Сколько людей в холода остались без горячей воды, выяснить не удалось. Теплоэнергетики говорят туманными формулировками. Без горячего водоснабжения сейчас находятся несколько десятков жилых домов. Причины ЧП тоже формулируются размыто. Официально на сайте ПТС сказано, что в данный момент, цитата, идет подключение жилого комплекса древа к сетям центрального теплоснабжения и параллельно переводят на зимнюю схему многоквартирные дома в периметре улиц Московское шоссе, Луначарского, Новосадовый и Лукачева. Но почему этот процесс происходит именно сейчас, когда на улице не больше 8 градусов тепла, остается неясным. Как и непонятно, связано ли отсутствие горячей воды с аварией на перекрестке Ярошевского и Новосадовой. Она произошла еще 23 сентября. Развернутого комментария от коммунальщиков получить не удалось. Известно лишь то, блага цивилизации вернуться в дома не раньше пятницы. Страдает весь район. Здесь не то, что пару домов, а ведь у нас здесь все в округе подключено, ни у кого нет. Мы будем следить за развитием событий. Мэри Елчан, Григорий Плешаков. События.